Обвиняют не виновника, а жертву. В Армении не утихает скандал вокруг сына, премьер-министра Никола Пашиняна Ашота. Его недавно пытались похитить. Ну как похитить? Просто мать одного из погибших на Второй Карабахской войне армянских солдат Гайна Копян пыталась насильно отвезти Ашота на военное кладбище Еревана. И только ради того, чтобы тот, цитата, увидел, что натворили его родители. Доверчивый Пашинян-младший сперва сел в машину к незнакомке, но, учуяв неладное, выпрыгнул из автомобиля во время движения. Угрожали убить, так он заявил на суде. Похитительницу Гайна Копяна армянского общества объявила героем, но это не спасло ее от правосудия. Сначала женщину отправили под домашний арест, но затем, передумав, бросили за решетку. И это спровоцировало новую волну протестов в Армении. Пашинян некогда говорил, что готов передать своего сына Азербайджану взамен на армянских военнослужащих. Если бы он сдал Ашотика Баку, то сегодня его бы не похитили, а сидел бы себе безопасно в бакинской тюрьме. Но пока еще не поздно. Отправь Ашотика в Баку и освободи его от угроз в Армении. Поверь, в Азербайджане его никто не станет похищать и обижать. И не исключаю, там за ним будут хорошо присматривать. Никто не ожидал подобного исхода. Решение суда считаю позорным. Это несправедливо по отношению к ГНР. Про Ашота вообще нечего говорить. Он повторяет глупые слова своего отца. Вот поэтому мы сегодня и находимся в такой плачевной ситуации. Ашот поступил очень некрасиво. Стыд и позор. Она же мать погибшего солдата. Разве женщина могла его насильно посадить в машину? Ему даже не стыдно говорить о том, что его просто-напросто хотели отвезти на военное кладбище. Это же святое место. Что же не пошёл? Не уважает, значит? О решениях суда вообще молчу. Как же подло поступают с Гайене. У неё ведь есть семья, дети. Она – мать героя. Имейте совесть. Ашот не должен был так подло поступать с ней. Он сам сел к ней в машину. Мог бы не делать этого, раз не хотел. Потом в суде утверждал, что его похитили. Как можно требовать наказания матери погибшего военнослужащего? Очень плохо поступают с ней. Сам Пашинян-младший утверждает, что Гайене Акапян совершила тяжкое преступление. На суде Ашот назвал домашний арест слишком мягким для неё наказанием. Сын армянского премьера не исключил, что Акапян может повторить попытку его похищения. Кстати, ему уже поступают угрозы от других родителей погибших армянских военнослужащих. Они требуют у Ашота отозвать жалобу на Гайене Акапян. Пашиняна-младшего в этом вопросе вообще мало кто поддерживает. Но такие всё же есть. Я сам отец военнослужащего. Мой сын служил в селе Тех. Я бы не стал придерживаться чьей-то стороны. Обе стороны поступили некрасиво. Не имею права судить. На это есть судебные инстанции. Раз есть такая вседозволенность, давайте я тоже возьму похищу тех, кто мне неприятен. И что меня потом не привлекут к ответственности? Меня не посадят в тюрьму? Это разве будет справедливо? Если вы защищаете Гайене, то в таком случае просите свободы для всех преступников. Пусть откроют ворота всех тюрем. И каждый будет делать то, что взбретит ему в голову. Вы этого хотите? Во время Второй Карабахской войны погибли двое сыновей моего брата. Получается, что у меня тоже есть право убивать и похищать людей. И никто не накажет меня за содеянное. Это разве нормально? Такое не должно повториться. Нужно наказать виновных в любом случае. Этим поступком женщина только показала свою подлость. Как можно было попытаться похитить сына премьер-министра? О чем она думала? И правильно, что арестовали. Разве Ашот виноват в поступках Никола Пашиняна? Что бы тот ни сделал, его дети не должны нести ответственности за это. Женщина поступила ужасно. Тем временем защита обвиняемой считает решение об аресте ГНР, противоречащим армянскому законодательству. Адвокат Авсеп Саркисян заявил, что судья оказался под влиянием Ашота Пашиняна и не смог вершить правосудие. Судья лишь с короговоркой озвучил решение об аресте и ушел, не представив основания принятого решения и даже не назвав дату следующего заседания, сказал адвокат обвиняемый. Продолжение следует...